Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы знаете, молочная железа имеет достаточно сложное строение. Она состоит из альвеол трубчатых структур, протоков. И у каждой женщины количество долей отличается. Те доли состоят из множественных мелких долек и разделены между собой синтезно-тканиной и стромой. А каждая долька имеет свой вводной проток, который открывается влечный синус на уровне соска. Доля имеет такую конусовидную форму соска, состоит из множества таких вот долек. И объединяются они маленькая альвеола, внутрепротоковый, внутридольковый проток и внедольковый проток. Такую единицу терминально-долькопротоковая единица молочной железы, где обычно и начинаются происходить все патологические процессы. Молочная железа – это гормонозависимый орган, и на ее развитие, начиная в пубертантном возрасте, на ее функцию в революционном возрасте, во время беременности, в процессе инволюции, в менопаузе, оказывается регулирующее действие около 15 различных гормонов. Основным действием обладает эстроген и прогестерон, который вырабатывается в яичниках. То есть эстрогены, они способствуют пролиферации эпителия протоков, а также пролиферации синичной ткани. Прогестерон вызывает железистую трансформацию, альвеол. Пролактин, понятно, что он способствует выработке молока. Инсулин, он опосредованно действует на клетки молочной железы и посредством других гормонов. Также влияют гормоны кортизол и гормоны щитовидной железы. Они все действуют на молочную железу, и взаимодействие этих гормонов приводит к различному строению ткани молочной железы. Вчера мы очень много разговаривали по поводу, какие образования есть, какая у них радиогеномика, как они себя ведут, как они будут выглядеть на тех или иных методах диагностики. Но никто не говорил, на каком фоне мы их должны выявлять. И поэтому мы должны четко знать, какие мы имеем возрастные изменения структуры молочной железы. И поэтому мы выделяем детородный или репродуктивный возраст. При этом в возрасте мы будем видеть самые разнообразные типы строения молочной железы. Он, начиная от выраженной фиброглондуриарной ткани, заканчивая жировой инволюцией. В период перименопаузы, менопаузы, мы уже хотим видеть более фиброзную и жировую структуру ткани молочной железы. Молодых женщин в пубертантном возрасте молочная железа будет небольших размеров, практически полностью состоять из фиброжерезистой синтетканной струмы, и будет маленький объем жировой ткани. Этот фон крайне неблагоприятен для проведения рентгеновской маммографии, потому что он плотный, и на этом плотном фоне мы даже пальпируем образование, не всегда будем видеть. Также на молочную железу будут влиять гормоны яичников, и поэтому она будет постоянно изменяться, как в течение жизни, так и в течение ежемесячных изменений гормонального фона. Менструальный цикл у каждой женщины свой. И вчера также по этому поводу было очень много вопросов, которые спрашивали, почему мы должны выполнять те или иные методы диагностики с учетом менструального цикла. Потому что в зависимости от работы разных гормонов в разные фазы цикла будут по-разному эти реакции железистой ткани. Если в первую фазу у нас идет фолликулирующую фазу, то есть идет работа эстрогенов, то после овуляции там идет превалирующее действие уже прогестероны. И они по-разному влияют на ткань молочной железы. Поэтому перед предменструальном периоде обычно все женщины обращаются именно в этот период, потому что в этот период появляется болевой синдром, появляются мосталгии, появляются какие-то выделения соска, и начинает женщина пальпировать в себя какие-то неясные формы уплотнения. Это также сложно диагностировать и клиницисту, поэтому они начинают сразу назначать на исследование. И при этом, если мы будем проводить в этот период исследования, то мы можем на фоне вот такого диффузного отека, большого клеточных элементов стромы, мы можем не увидеть небольшие образования. Гормональное влияние в первую фазу цикла, оно также есть. Поэтому мы говорим, что именно первая фаза цикла, когда никакие гормоны не влияют на молочное железо, это не так. На самом деле, в первую фазу цикла достаточно большое влияние имеют эстрогены. И они как раз-таки способствуют пролиферации эпители, и как в протоках, так и в дольках. То есть происходит их повышенная восклюризация, также будет и гидротация изоединительной ткани. Поэтому сказать, что первый период также без гормонального воздействия на молочную железу, так нельзя. Просто он меньше, чем вызывает отек ткани, который у нас больше затрудняет нашу диагностику, чем влияние прогестерона. Ну и хочу показать наблюдение, я его очень люблю, потому что одной женщине мы не смогли отказать, когда выполнили исследование в конце цикла, и увидели множественные участки, скажем так, сейчас бы назвали это зоны контрастирования, которые при повторном исследовании в первую фазу цикла они все регрессировали. Причем это было видно и при динамическом исследовании, и при построении перфузионных карт. Поэтому чуть-чуть опять остановлюсь на гормонах. То есть эстрадиол усилит в эскулиризацию, также появляется отек в санительной ткани, а мы он работает в первую фазу цикла. Симулирует гипертрофию междольковой санительной ткани, способствует фиброзным изменениям. Прогестерон же, наоборот, блокирует рецепторы эстрогенов, уменьшает всасывание жидкости, улучшает, уменьшает боли и отек. И подавление пролиферации уменьшает с давлением лечных протоков, а также способствует уменьшению фиброза. Поэтому во вторую фазу цикла мы видим большее накопление контрастного вещества за счёт того, что у нас идёт именно физиологическая работа гормонов. Причём она идёт такая вот несимметричная, мозаичная, я бы сказала. Ну и понятно, что наши все динамические критерии, они также будут изменяться, во вторую фазу цикла будет более интенсивное накопление, и может быть даже иногда по второму типу, но без признаков умывания. Какие периоды у женщин мы выделяем? То есть первый период – это потери железной структуры. В основном все изменения структурные, которые происходят в ткани молочной железы, они отражают работу яичников. Процесс инволюции начинается сразу после окончания первой беременности. Но потом, уже после 40 лет, яичники меньше вырабатывают гормонов, уменьшается их соотношение количественное, и происходит физиологическая инволюция ткани молочной железы. При этом будет идти либо по феврозному, либо по жировому типу, то есть идти атрофия железистых элементов и замещение их либо жировой тканью, либо фиброзирование. При этом иногда могут быть протоки расширяться, и поэтому у женщин период переменопаузы, менопаузы как таковых кист встречаем редко, чаще всего мы видим несколько дилатированные протоки, которые считаются вариантом нормы. В репродуктивном периоде ткань железы будет самой разнообразной по своей форме, и вчера тоже мы все это обсуждали, что мы будем видеть разные типы строения молочной железы. Это соотношение жировой и железистой ткани. Тип строения изначально был предложен при описании маммографии, потому что, как вы знаете, плотная структура ткани молочной железы, когда много фиброза, она не дает нам увидеть небольшие образования при выполнении маммографии за счет суммации теней. При МРТ тип строения молочной железы не принципиален. То есть независимо от какой тип строения, мы будем оценивать именно признаки накопления при выполнении динамического контрастного усиления. Нормальная, здоровая железистая ткань при фиброзировании, она становится авоскулярной, и поэтому очень слабо накапливает контрастное вещество или практически вообще отсутствие накопления контрастного вещества. В некоторых заключениях обличают, что имеется фоновое накопление контрастного вещества, сохранившееся тканью молочной железы. Ну вот здесь вот есть еще такое понятие, что молочная железа должна отработать свой генетический ресурс. Поэтому женщины, которые не рожали, не кормили, соответственно, у них будет дольше сохраняться более выраженная фиброглондулярная ткань, не будет признаков инволюции. Но также я всегда сейчас отмечаю у женщин, я спрашиваю, когда они пишут свою анкету, а как вы кормили, насколько долго была продолжительность лактации, потому что женщины, которые имеют одну беременность, то я вижу достаточно плотную ткань в период перимена паузы, это говорит о том, что железа не выработала свое предназначение, и женщины отвечают, что кормили там год, после там один месяц, полгода, но не более. Поэтому невыработка ткани молочной железы из своего ресурса приводит к тому, что ткань железы становится более фиброзная, что опять же затрудняет нашу традиционную диагностику, потому что железа сохраняет свои выраженные плотностные показатели и в период перимена паузы и менопаузы. Что наступает в период перимена паузы? Теретически мы должны видеть жировую инволюцию или фиброзно-жировую инволюцию, то есть практически полное замещение железистой ткани на жировую. Это происходит у женщин, начиная старше 40-45 лет физиологически. Но вот иногда бывает, что железистая ткань по каким-то причинам идет асимметрично, это инволюция, и сохраняются какие-то более выраженные участки фиброза. Понятно, что все участки уплотнения будут приниматься за патологические при выполнении маммографии, потому что сказать, насколько они восклюлизированы, бывает сложно. Поэтому выполняется либо ультразвуковое исследование, где говорят, что это авоскулярный участок фиброза, либо при магниторезонансной томографии мы достаточно часто видим асимметрию строения молочной железы за счет такого нейронномерного фиброза, который является авоскулярным, то есть он не накапливает контрастное вещество. Ну и молочная железа от переменопаузы также сохраняет локальные участки фиброза. Причем иногда мы говорим, что строение тип B, мы должны видеть хорошо все образования. На самом деле это не так. Буквально на прошлой неделе у меня была пациентка, у которой по маммографии была категория B, сохранялись достаточно интенсивные, но только субареолярные участки фиброза, при которых доктор-рентгенолог так написал, что категория B образования он не видит, динамики никакой не видит по сравнению с предыдущими данными. По нашим данным мы нашли небольшой, где-то около сантиметра, узел с лучистыми контурами, типичное все проявления рака. Заподозрили его при ультразвуковом исследовании. Поэтому фиброзно-жировая инволюция, она может протекать по-разному. И понятно, что нам хотелось бы, чтобы полностью замещалось жиром, тогда при выполнении скрининговых маммографических исследований мы будем видеть достаточно четко любые образования. Но, к сожалению, не так. Фиброз, он остается, и затрудняем нашу диагностику. Поэтому чуть-чуть напомню, что мы выделяем 4 типа строения молочной железы в зависимости от соотношения жировой и железистой тканью. При этом считается, что при описании молочной железы любого исследования мы должны отмечать, какой тип строения молочной железы. Независимо, какой метод вы применяете, маммография, ультразвуковой или МРТ, то есть вы все-таки должны указать, что тип строения молочной железы B, C, A или E, то есть в зависимости от соотношения жировой и железистой ткани. Мы пытались просмотреть, проанализировать, есть ли какие-то закономерности. Но, как вы понимаете, что гормональный фон у всех женщин разный, так же, как и детородная, лактационная функция у всех различная. И поэтому процессы инволюции, они проходят неравномерно. И поэтому в любом возрастном возрасте мы можем увидеть и достаточно плотную ткань, и уже жировую инволюцию. Поэтому никаких корреляций у женщин репродуктивного возраста мы вообще не нашли. Единственное, что была корреляция, только у женщин младше 30 лет и старше 50, что все-таки какой-то элемент инволюции был. Ну, если у женщин имеется фиброзная ткань в достаточно большом количестве, то были проведены работы, где сравнивается уровень спонтанного апоптоза в клетках рака молочной железы, в клетках при фиброденомах и при фибросклерозе, то есть ткани молочной железы. И при этом, как вы видите на схеме, что различные фибросклеротические изменения ткани молочной железы, они выше, чем обычная ткань, но где-то приближаются, то есть меньше, конечно, но чем при раке молочной железы. Поэтому при магниторезонансной томографии мы оценим воскулиризацию тканям, то есть насколько они активны, насколько они воскулиризированы. И это зависит, опять же, от гормонального фона. И поэтому призываю всех, кто занимается молочной железой, когда женщина приходит уже в период перименопаузы, уточняйте у них, что они принимают. Потому что сейчас гинекологи, они назначают, по-моему, направо и налево очень много гормонозамещающей терапии, и при этом женщины не всегда понимают, какую берут на себя ответственность по отношению к молочной железе. То есть они решают какие-то свои местные изменения гинекологические, которые им требуются в назначении гормонозамещающей терапии, но не всегда оценивают, что происходит в молочной железе. Молочная железа у женщин, она как бы расцветает, она становится такой же по своей функциональному, скажем так, работе, как у женщин до 30 лет, которые молодая, которые хорошо развиваются железные дольки. То есть молочная железа становится даже больше по размерам, увеличивается количество фиброглондулярной ткани, и поэтому, опять же, это затрудняет традиционную диагностику. А мы видим при магнет-резонансномографии достаточно интенсивное накопление тканью молочной железы. И поэтому все психологические процессы, которые происходят в молочных железах здоровых женщин, они связаны с циклическими процессами и с работой яичников. Поэтому молочная железа, она как бы отражает тот гормональный статус, который есть у данных пациенток. И здесь обязательно сбор анамнеза. Сказать, какая возрастная норма, мы не можем. Поэтому мы решаем на месте, какой метод диагностики нам предпочтительно проводить. То есть мы так отсрочку сделали, что от 40 лет должна начинаться инволюция, поэтому мы начинаем с клининговой маммографии, а младше мы начинаем с ультразвукового исследования. Но могут быть разные быть сюрпризы, поэтому если у женщины плотная ткань молочной железы, то мы всегда дополняемся ультразвуковым исследованием. И как таковой синдром диффузных изменений молочной железы связан с тем, что изменяется уровень гормонов. Причем изменяется не общее их показатели, а изменяется соотношение между эстрогенами и прогестероном. Изменение этих соотношений приводит к тому, что ткань молочной железы начинает мозаично перестраиваться. Какая-то часть начинает инвалидировать, то есть заменяться жиром, клетки начинают атрофироваться, а какая-то часть, наоборот, начинает выраженно пролиферировать, и при этом она становится более фиброзной. Поэтому все такие многообразные будут мозаичные перестройки ткани молочной железы не приносят нам пользы в диагностике традиционными методами, и поэтому приходится смотреть магниторезонансную томографию. Мы всем практически пациенткам, все, что я вижу в заключении, и при маммографии, и при жирковом исследовании, ставим диагноз ФАМ. То есть это какой-то бич. Причем фиброденоматоз – это термин, который мы применяем при доброкачественных дипслозиях молочной железы именно в Санкт-Петербурге. В Москве чаще всего пользуется термином «мастопатия». Правильнее, может быть, более ответственнее, как сказать, что это дисгормональная фиброзно-кистозная перестройка ткани молочной железы. Фиброзно-кистозная перестройка, она связана обычно с недостаточным влиянием прогестерона на ткани молочной железы и, соответственно, повышенное воздействие эстрадиола, потому что прогестерон, он блокирует рецепторы для эстрогенов. Когда становится его мало, то эстроген начинает больше воздействовать на ткани молочной железы. И это приходит к нарушению процессов эпопатозы, и поэтому мы будем ждать, какие изменения будут происходить в ткани молочной железы. Мы выделяем, ну, обычно, три вида различных проявлений диффузных проявлений фиброденоматоза. Это непролиферативная форма, когда в основном идёт фиброза и наличие кистообразований. И есть пролиферативная фаза, когда идёт активная пролиферация как долек, так и вдоль протоков, как эпителия, так и миопителия. При этом иногда они сочетаются, то есть если пролиферацию железа и долек мы называем аденозом, то есть идут ещё разрастания в синтез ткани, то это мы уже называем именно фиброденоматозом. Поэтому ткань молочной железы будет перестраиваться. И здесь увеличивается риск развития рака молочной железы до 14 раз по сравнению с непролиферативными фазами. С чем мы будем сталкиваться? Что, во-первых, будет плотная достаточно ткань молочной железы. Мы будем видеть, если с тем, что работают гормоны, будут работать железистые дольки, поэтому будет какое-то содержимое в протоках, причём оно может быть без расширения их, то есть мы просто будем видеть содержимое в протоках. И это будет связано с появлением таких микро- и макрокист. При эврозной непролиферативной дисплазии они практически не накапливают контрастное вещество. Это такой хороший вариант, потому что мы исключаем накопление контрастного вещества, говорим, что да, злокачественного образования здесь никаких нет. Чаще всего он сочетается с наличием мелких кист и наличием работающих железистых долек, которых они выглядят при магнитно-резонансной томографии в виде множественных таких очагов. Но в данном случае я хотела представить наблюдение, что имеется плотная ткань молочной железы. Здесь имеются микрокальцинаты в верхних отделах левой молочной железы. Сейчас я увеличу. При этом при нативном исследовании мы обращаем на себя внимание, что имеются множественные кисты в этой области. И эти кисты контрастное вещество не накапливают. То есть это какая-то дисплазия железистой доли, я бы сказала, в верхних отделах левой молочной железы, как бы не без наличия узловых образований, небольшим фоновым накоплением вдоль протоков. Кисты могут быть разные. Как вы знаете, что наличие кисты также затрудняет диагностику при традиционном методе. Здесь мы выполняем ультразвуковое исследование. Но когда этих кист множественные, эти стенки утолщены, когда содержимое неоднородное, густое, а со временем кисты иногда уплотняются и стенки, и их содержимое, здесь тоже существуют определенные сложности. И при магнитно-резонансной томографии мы оцениваем окружающую ткань, в которой может быть различной степени быть пролиферации. Чаще всего она мозаично, отдельно различна, то есть более выражена. Поэтому кисты, они должны также относиться под наблюдением. Если мы начинаем видеть изменение количества и качества кист и изменение плотности структуры ткани вокруг них, то также требуется назначение магнитно-резонансной томографии. При различных пролиферативных дисплазиях они могут накапливать достаточно выраженно. Если есть непролиферативные, есть пролиферативные, как бы типичные, без этипи, а есть типичные гиперплазии ткани молочной железы. И они могут накапливать достаточно выраженно. В железе стоит накапливать контрастное вещество и быть, как бы еще раз говорю, асимметрично, мозаично. Вот это все любые мозаичные накопления контрастного вещества, оно всегда подозрительно на тем, что здесь может развиваться дуктальная карцинома ин-ситу, и мы должны их уметь отличать. Различные варианты влияния гормонального фона на перестройку ткани молочных желез будут самые-самые разнообразные. И есть такая транзиторная теория, что развитие рака молочной железы, что атипичная протоковая герпелазия – это неблагоприятный фон, на котором вероятность в развитии рака молочной железы намного больше. При магнитно-резонансной томографии мы будем видеть различные очаги. Очаги будут до 5 мм. Оценить их накопление бывает крайне сложно, потому что они маленькие по своим размерам. Они могут быть одиночные, могут быть множественные. И в отличие от участков дуктальной карциномы ин-сита, мы здесь будем смотреть на усиление сосудистой сети. Ну, как бы я по времени уже немножко выбиваюсь, поэтому я бы хотела сейчас вам показать именно, как будет выглядеть секреторная болезнь, которая проявляется также воспалительными изменениями вдоль протоков. И мы будем видеть содержимое в протоках. Мы будем видеть плотную ткань. В данном случае здесь пациентка 76 лет, но мы видим достаточно хорошо развитую железистую ткань, которая очень активно накапливает контрастное вещество. И здесь понятно, что гормоны мы не должны. За ними уже никакие работают в этом возрасте. Поэтому мы обязательно отправляем, мы даже пациентку на гистологическое исследование, здесь подозреваем билатеральный рак. Есть такие изменения, как радиальный рубец. Вот именно Екатерина Александровна просила меня их показать. Как оказалось, что они не так часто встречаются. Сами патологи говорят, что они никогда не встречают атипии или наличие рака при тех условиях, когда мы видим радиальный рубец. То есть это какой-то вариант таких вот фиброзных изменений тканей молочных желез, который появляется в результате небольшого некроза в центральных отделах. И вокруг него будут фиброзные лучистые участки, которые могут тянуться на достаточно большом протяжении. Они могут быть с высоким и без высокого поражения. При магниторезонансной томографии мы радиальный рубец можем контрастировать. Так вот он выглядит при традиционном гаммографическом исследовании. Он все равно подлежит биопсии, потому что здесь мы видим узел плотный с наличием, надо бывает, жирового включения в центре, но при этом требует гистологической верификации. При МРТ мы видим различные варианты накопления контрастного вещества вокруг этого узла, что также не позволяет нам исключить злокачественный процесс. При этом он может сочетаться с фиброзными изменениями, с участками жирового некроза в центральных отделах. И он может сочетаться с различными вариантами. В данном случае здесь имеется перестройка, нарушение архитектоники. И мы видим накопление контрастного вещества в этих центральных отделах. Здесь в сочетании с наличием уже инвазивного рака. То есть, поэтому нарушение архитектоники мы должны обращать внимание, должны смотреть. Он может проявляться после травмы, после биопсии, после вакуумной биопсии. Очень часто остаются такие небольшие фиброзные лучистые участки, которые потом затрудняют нашу диагностику. И особенно, если женщина не признается о том, что ей когда-то выполняли биопсию, потому что они не считают, что это было оперативное вмешательство. То есть, может быть, в послеоперационном периоде, после биопсии, после вакуумной биопсии, после стереотактической биопсии, может быть, после таких небольших минимальных травм. Поэтому они могут сочетаться с участками жирового некроза. И обычно в центральных отделах мы и видим участок жирового такого некроза, у женщин, особенно у которых были такие вот травмы молочной железы. Если смотреть по основным параметрам, то склерозирующий аденоз очень сложно отличить от рака НСИ, то потому что всегда будет неравномерно плотная ткань молочной железы, будет сопровождаться кистами, могут сопровождаться микрокальцинатами, содержимым в протоках, могут накапливать контрастное вещество, склерозирующий аденоз, в виде множественных очагов, с формированием зон. Но какой диагностический критерий стоит? Это усиление сосудистой сети. Если вы видите усиление сосудистой сети, вы ставите категорию 4 и отправляете на биопсию. Если же усиления сосудистой сети нет, тогда теоретически вы можете такую женщину поставить категорию 3 и еще наблюдать. Поэтому радиальный рубец, он будет по-разному выглядеть на всех методах диагностики, то есть будет нарушение архитектоники, будет в 50% при МРТ накопление контрастного вещества. Чаще всего при рентгенской мемографии и клинические данные изменения, они никак не проявляются. При рентгенском исследовании могут видеть здесь в 50% участок такой гиперэхогенный с радиальными спикулами, который дает акустическую тень, которая также подозрительна на злокачественный процесс. Поэтому если смотреть, какой метод диагностики здесь предпочтить, ну скажем так, они практически одинаково диагностируют радиальный рубец. Если смотреть по... В чем нам помогает АМР-момография, то только накопление контрастного вещества говорит о том, что здесь имеется, может быть, и атипичная какая-то пролиферация, а может быть уже и рак ин ситу. Я могу сказать, что по моим многолетним наблюдениям, женщина, которая имеет какие-то локальные участки такого фиброза, мы видим аденоз, который со временем становится все больше и больше и больше, и в конечном итоге при биопсии оказывается, что это рак ин ситу, иногда даже уже инвазивный рак. То есть динамическое наблюдение говорит в отрицательную сторону, что требует прицельной биопсии. Поэтому мы здесь должны работать вместе, вместе с онкологами, вместе с врачей лучевой диагностики. Кто-то предлагает, что должен быть один специалист, кто-то говорит, что должны быть разные специалисты, которые между собой будут сопоставлять свои данные и отстаивают свою позицию. Ну и как бы здесь, как получается, но мультисциплинарная команда позволяет нам поставить правильный диагноз. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok